Нифига себе! Съёмки видео. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня первое видео в 2019 году, в котором я скажу, как я, собственно, этот год встретил. Выглядело это примерно вот так. 13 часов 07 минут, 1 января. Я вот здесь. В Атласских горах Марокко, и вы могли о них недавно слышать, потому что... Да. Да, прямо перед моим приездом туда, с намерением подняться в горы, в горах, зарезали двух туристок представителей запрещенной в России организации. Я даже не про свидетелей Иеговы. Ой, так, обратно уже далековато. Но по порядку, давайте по порядку. Я в очередной раз себя поймал на мысли, что хочется как-то интересно отметить Новый год. Ехать в тёплые страны это уже было, отмечание с друзьями в России было много раз, хотелось что-то... Ну, нового хотелось. Я думаю, вы многие меня понимаете. Спустя некоторую цепочку мыслей, поисковых запросов, переговоров с турклубом ПИК, вот я уже собираю вещи на своё первое в жизни восхождение в горы. Другая страна, новые люди, новые навыки, необычные ситуации, это в принципе хорошие ингредиенты, чтобы здорово отметить Новый год. В гору он поднялся, да? Ты просто на какой-нибудь холм, наверное, влез, да? Вот чтобы вот таких вот вбросов не было, чтобы вы понимали, что всё серьёзно, вот страница сайта турклуба ПИК, такого же восхождения, просто в другие даты, видите, подписано средняя сложность. То есть это нелегко, это средняя. На Эльбруске я не рвался, но хотелось какого-то челленджа. Турклубу ПИК, кстати, шатаут и респект, всё с их стороны было замечательно, сорганизация, как минимум, самое основное, я выжил, меня никто не зарезал там. Чисто даже из уважения уже, не могу не оставить на них ссылку в описании, плюс мы с ними договорились, если кто-то из вас будет у них оформлять тур какой-нибудь по России, то называйте промокод Усачев и получайте скидочку. Короче, на календаре 29 декабря 2018 года я в Маракеши, это один из крупнейших городов Марокко. Раннее утро я закидываю свой рюкзак в фургон и мы мчимся куда-то в горную деревню. Ночью едешь в какой-то горный лес с водителями, которые разговаривают вот так. Впечатление с первой секунды. Нас привозят в горную деревню, в которой будет, ну, типа наша база и в первый же день радиальный выход. Штука в том, что на такой высоте уже может развиваться горная болезнь и... Ну, смотрите, что это за штука. Резкий набор высоты, разряженный воздух, то есть кислородное голодание, плюс 6-8 часов в день ты херачишь в гору, плюс тебя жарит солнце и температура может сменяться от плюс 20 до минус 5. Организму такое бывает не очень. И чтобы немного его натренировать, ты должен подняться сначала в гору, потом обратно спуститься и там уже ночевать. То есть, типа, так его немного приучить к тому, чтобы он, ну, был готов к тому, что будет завтра. Без этого головные боли, блевотня и плохое настроение, чего вот в Новый год-то нельзя. Но есть и бонус, потому что Марокко это сырьевая сверхдержава. И ее сырье... Вот. Мандарина. Запах. Ребята, какие там мандарины? То есть, если вы вдруг не в курсе, то единственные нормальные мандарины в мире выращиваются в Марокко. И как раз-таки зимой там сезон, поэтому они и в России появляются под Новый год, не случайно. Оказалось то, что до нас довольствует, это, ну, выбрасывать можно. Мне в рот. И ты поднимаешься в Марокко в гору, а там тебя ждет джус-мастер. Спасибо, Егор. Надо пить сюда. А, это путь, смотри. Не-не-не, это видео не передает в полной мере, какой был офигенный сок. Давайте еще раз. Аклиматизировался. Завтра уже пойдем вот туда. А пока что можно вниз спускаться. Вот если спросите меня, рекомендую ли я сон в минус 5 градусов в неотапливаемом помещении, на удивление скажу нет. Вот, но, тем не менее, я его кое-как пережил в спальном мешке. И вот теперь уже настоящий переход. То есть сейчас мы находимся просто в деревеньке, а где-то вот там в горах специальная деревенька для тех, кто настолько отбитый, чтобы подниматься в Новый год в горы. Но сначала завтрак, который в основном выглядит вот так. Просто хлеб и куча вещей, которые ты мажешь на него. Но вчера мы дали настойчиво понять, что неплохо бы еще и каши поесть. Поэтому с кашей есть небольшой шанс того, что я доживу до приюта. Какая офигенная коллекция минералов. И там тоже. И тут. Как видите, я из пальца высасываю контент для этого влога. Оценили, какая у меня офигенная коллекция минералов на фоне. И вот после завтрака уже начинается рил-дил. 8 часов подъема к приюту. Ну. Погнали. Шутка. Зачем самому тащить свой рюкзак, если есть вот этот прекрасный парень? Доброе утро. Чувак, ты несешь мой рюкзак. И все остальные рюкзаки тоже. Ваши эмоции. В целом вы должны понять, что большая часть восхождения с моей точки зрения выглядела вот так. То есть я либо смотрю себе под ноги, чтобы не споткнуться о камень, либо смотрю вперед, чтобы не споткнуться о человеке, который передо мной идет. И за этот ролик вы познакомитесь со спинами всех участников группы. Ты идешь, тебе жарко. Ты останавливаешься, тебе холодно. Смотришь вверх, тебя жарит солнце, поэтому к нему нужно быть готовым. Ну, плюс пьешь мандариновый фреш от сокодавов и наслаждаешься пейзажами. Дальше наверх. Спасибо большое, ослик. Надеюсь, тебе нравится нести мою сумку. Аккуратнее неси. Поскольку здесь, естественно, наверху снег, и он тает постоянно, то у местных халявная канализация. Теперь направляют всю воду в разные шланги, поливают ими напитки, чтобы у них был собственный халявный холодильник. Туалет смывает абсолютно так же. Сори, не будет никаких съемок с дрона, потому что в Марокко нельзя ввозить дроны. То есть ты можешь купить там дрон, на него снимать и вывезти его в другую страну. Но вот свой привезти туда нельзя. Честно говоря, я немного даже рад, что не пришлось с собой дрон тащить, потому что это вот в масштабах моей квартиры он кажется крохотным в своей сумочке, а так мне даже, ну, две камеры тащить иногда было тяжеловато. Отличные новости. Смотрите, что впереди. Снег. И оказывается, мулы не умеют ходить по снегу, поэтому дальше все рюкзаки нужно тащить самим. Ослик, ты подвел меня. Шикарно. Конечной точкой восхождения в этот день был так называемый приют. И это очень интересное место. По большому счету, это хостел в горах для людей, которые собираются покорять горы. То есть такой последний оплот цивилизации. Дальше только скалы. Дальше цивилизации нет. Как я понял из разговора, в Атласских горах весьма неплохой приют. То есть там есть большая кухня, есть горячая вода, есть даже небольшой магазинчик. Видите, как Принглс зеленая вздулась из-за высоты. Я, естественно, не ем зеленый Принглс, просто красный нормальный. Видите, не вздулся, потому что он как бы мужской. Он переживает такую высоту. Вот это вот говничье все разносит. Короче, оказалось, если ты зимой поднимаешься в горы, ты не можешь просто подниматься в горы, потому что твои ботинки слишком говеные для этого, несмотря на то, что ты потратил на них огромные деньги в специализированном магазине. Ну, или купил первый попавшийся в Декатлоне год назад, когда собирался на Охотское море. Это не важно. Дополнительно нужно нацепить специальную шипованную подошву, которая называется кошки. Некоторые их называют киси. Куда мне надо? Должно быть, насколько вот так оно должно быть? Да, я задавал очень много осмысленных вопросов. Я ботан. Я завязал кошки. Вот. До сих пор не понимаю, как это сделать, как это работает. Но пока не сваливается, возможно, я завтра не умру. Посмотрите, как красиво. Не вот это, а вот там. То есть мы пойдем вот так с вами, ну вот, и вот этого срока, да? Да. Забавно, со стороны этот склон выглядит весьма пологим. Ты не понимаешь, что будешь на него подниматься пару часов ночью, провавиваясь по колено в снег и замерзая. Но, честно, я не сильно об этом тогда задумывался, потому что был уже вечер 31 декабря, значит, меня ждало... Исполнение песни Happy New Year на мотив Happy Birthday. Что это, если не величайший аниме-кроссовер? Ужин был очень скромный, немного украсили, подкрепились медленными углеводами, мандаринами, выпили сока. И все. Я пошел спать после этого. Все. 10 часов вечера. То есть я, на самом деле, наконец-то выполнил свою очень давнюю мечту про спать Новый год. Как раньше, в детстве, знаете, когда тебе там год. Ну и в целом, было бы очень тупым решением ложиться поздно, потому что рано утром... Ну погнали. В целом, штурм вершины выглядит вот так. Мне даже на записи физически больно смотреть, как медленно мы идем. Инструктор следит за тем, чтобы никто в группе не отставал, поэтому в целом вся группа идет с той скоростью, с которой идет самый медленный участник. Ну и в принципе, ворваться вперед не очень разумно, потому что ты можешь либо дыхание себе сорвать, либо сильно вспотеть. И это не очень хорошо, когда вокруг мороз. И да, привыкайте к этому звуку. К моменту преодоления самого первого подъема, который таким простым казался снизу, стало светло уже. Можно было снять пуховик, можно было поправить сраной кошки и приготовиться к выходу на солнце. Да, блядь. Тут все так... Так, все, блин. Интересный факт для вас. Чем ближе к вершине горы, тем меньше там становится снега. Это природное явление связано с тем, что его кхерам сдувает. Поэтому большинство видео с этого периода выглядят, точнее, звучат вот так. Я, скорее всего, там что-то очень тупо пошутил, поэтому не велика потеря. Ну, неплохо. Кстати, вот какое дело. Мы на самом-то деле поднимались с точки зрения погоды в очень благоприятный сезон. Летом там прям полная жопа. Но народу на тропе было заметно меньше, чем стоило бы ожидать. Это, скорее всего, связано с новостями об этих туристках. То есть, многие люди, ну, разумно решили не идти в горы, где можно встретить убийца. Из-за этого получилось, что мы весьма свободны и комфортно прошли весь маршрут, не особо спотыкаясь о другие отряды. И в некотором смысле так, если взгнуть, то получается, что ИГИЛ даже помол... А вот тут уже реально сакотно... Вот обрыв вниз. Все что? Вся дорожка, она вот такая. Такая широкая дорожка. Надо прийти. Какое шоссе вниз. Снег. Особенно удобно при этом в лоб снимать. Вот это так. Так. Камень. Зачем ты здесь? Самое стрёмное в этом, что нужно еще обратно идти. Дошел. Есть. Было. Так. Кать, а мы сегодня успеем еще на западной? Да, да, обратно успеем растить. Отлично, погнали. Давай, все, пошли. Чтобы вы понимали как бы мощь достижения моего челленджа, который мне выпал, здесь есть воробьи. Можете написать в комментариях, какой вид птицы я непрофессионально назвал воробьем. Я очень надеюсь, что вы напишите, что эта птица обитает только очень высоко в горах, без кислорода, где выживают только самые четкие пацаны. Остальные комментарии будут в память. 12 часов 07 минут, 1 января. Я вот здесь. С воробьями. Мог ли я год назад подумать, что вот так будет, зачем 1 января? Ну, в общем, прикольно. Это вершина. А теперь нужно вниз. 4167 метров. Сейчас я на этой высоте. 4166, 165. С этого момента только вниз. Чтобы вы понимали, город, откуда мы сначала поднимались, вот там все эти радиальные штуки и прочее. Вон он. Вон это. Вам скорее даже не видно, но он там есть. В целом хочется отметить удивительную вещь, но спускаться приятнее. Ну, кроме той части, где у меня полчаса раскалывалась башка, когда я просто спустился вниз в приют резко, сбросил высоту. В основном, естественно, идти легче, виды приятнее, а соки от джуси-дилеров такие же вкусные. К моей зависти, вся остальная группа после восхождения отправилась на продолжение программы турклуба Пик, то есть они путешествовали, в принципе, по Марокко, в том числе ночевали в Сахаре. Мне просто недавно скинули ссылку на общий альбом с фотографиями, я позавидовал. Я вынужден был покинуть Марокко, потому что у меня был билет в Таиланд. Я туда летел с очень важной целью. Вы знаете, скорее всего, что много блогеров отдыхают зимой в Таиланде. Мне нужно было туда прилететь, и чморитик за то, что они Новый год так стрёмно отметили, грели пузо под солнцем, а я в Новый год штурмовал гору. Я справился со своей задачей. Здесь тоже норма была. На этом всё. Ещё раз спасибо турклубу Пика и лично нашему инструктору Кате, которая, ну, как минимум, не позволила, чтобы ИГИЛ меня убил. Не то, чтобы она, ну, что-то активное сделал для этого, мы их не встречали, но как минимум она разрешала мне жрать постоянно очень калорийную еду. Я мог это оправдовать тем, что мне нужно много энергии на восхождение. Но остаётся вопрос. Итоговый, самый интересный. Пойду ли я ещё в горы? Наш инструктор сказал, что всего 2% людей, которые поднимаются в горы, больше туда не возвращаются. И кажется, я среди этих 2%. Сама тема с походами или трекингом прикольная, но, знаете, наверное, хочется какой-то более плоской поверхности. Я, как считаю, если подниматься на ещё одну гору, то на самую высокую в мире, на Эверест. Но, как я узнал недавно, чтобы туда подняться, нужно потратить от 40 тысяч долларов, ребята. Вот такая вот штука. Поэтому ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал срочно. Конечно, постарайтесь вспомнить, когда у вас ближайшие праздники, выходные, отпуска, каникулы. Посмотрите по ссылке в описании, какие туры на эти даты предлагает турклуб Пик. А при оформлении не забудьте их менеджеру сообщить промокод УСАЧЕВ. Может быть, окажемся с вами в одной группе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok